Самое время представить нашего гостя. У нас в гостях певец, композитор и музыкант. Он радует нас не только своим творчеством, но и новинками в индустрии развлечений. Действительно, друзья, все мы помним 3D-очки, когда надевали очки и погружались целиком и полностью в фильм. После этого появился 5D-кинотеатр, но о новинках развлечений нам также этот человек сегодня обязательно расскажет. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Сергей Артемьев. Доброе утро! Доброе утро, доброе утро, дорогие телезрители. Здравствуйте, Оксана, здравствуйте, Дмитрий. Что ж, вот мы знаем о том, что 5D-кинотеатр, многие приходили и рассказывали о впечатлениях, которые получили, но сейчас появился 7D-кинотеатр. Что нас ожидает? 7D-кинотеатр – это вообще последнее слово, последнее достижение науки и техники. 7D-кинотеатр – это все та же виртуальная реальность, то есть полное погружение в сценарии, во все происходящее в фильме. Зритель ощущает на себе ветер, дождь, различные другие эффекты. Не хочется раскрывать, просто хочется, чтобы пришли попробовать. Для начала, да, зрители, в том числе и вы, я вас приглашаю в 7D-кинотеатр. Спасибо. Но самое главное, зритель становится участником непосредственно всего происходящего, то есть ему дается в руки пистолет, и если ему не нравится герой какой-то, какой-то персонаж в фильме, он считает его негативным, он вправе его просто отстрелить. Такое хорошее средство избавления от стресса, да? А если это главный герой фильма, что делать с этим? Главный герой в 7D-кинотеатре – это непосредственно сами участники. То есть тебе, когда дают очки, ты видишь полноценное 3D-изображение, и ты погружаешься в суть, в саму атмосферу происходящего. А вот есть ли какие-то правила поведения в 7D-кинотеатре? Ну, есть стандартный, скажем так, перечень, скажем так, запретов. Как таковых запретов нет, но лицам, страдающим эпилепсией, которые весят весом больше 150 кг, а также у которых нарушение позвоночника, и, насколько я помню, беременным женщинам тоже не рекомендуется. Но в целом, очень часто, и я видел и в Москве, когда, скажем так, первый раз ознакомился с 7D-технологиями, беременные женщины очень даже веселые и здоровые смотрели фильмы 7D. Но на тему запретов, к примеру, я не знаю, вот само поведение в кинозале – не пить, не курить, матом не ругаться – присутствует такое? Конечно, желательно находиться в трезвом состоянии, дабы запомнить все происходящее. Рассказать друзьям с дыхом. А дыма будет достаточно, спецэффекты в виде дыма будут? Конечно. Дым, стробоскопы, мыльные пузыри, вода, ветер – это я просто вам гарантирую. Лазерное шоу. Здорово. А вот я помню, что в 5D-кинотеатре можно было наблюдать, вот когда ждешь очередь, можно было в экранчике наблюдать, как люди отмахиваются, да, реагируют. Вот в 7D будет что-то подобное, можно будет посмеяться над другом. Все то же самое, абсолютно все то же самое. То есть можно будет посмеяться над другом, более того, можно все это наблюдать, веселиться, смотреть, как другие развлекаются. Ну и что самое интересное, в 7D-кинотеатре, если вы зайдете в зал, я открою маленький секрет, вы не увидите кресел, вы увидите коняшек. Ага. Здорово. То есть действие происходит на конях. Вы садитесь на электронного коня, вам дают в руки пистолет и поехали. Это напоминает, если помнишь, уроки физкультуры, прыжок через козла, вот сейчас пригодится. Очень весело. А вы скажите, деткам можно будет, вот есть ли какие-то ограничения по возрасту? Ограничений, опять же, как таковых нет. Детё в сознательном возрасте от 4-5 лет, я больше чем уверен, что получит максимум удовольствия, конечно, разрешается. Ну, естественно, под присмотром родителей. Потому как дитё до 4-х лет в несознательном возрасте может сильно перепугаться. Представляешь, дитё 3-х лет, и тут у него монстры, например, какие-то. Да, родителям придётся потом успокаивать. А вы скажите, сколько времени длится этот сеанс, вот это удовольствие? Это длится примерно 5-6 минут, но по опросам зрителей 7D кинотеатров, человек, когда выходит оттуда, у него такое ощущение, что для некоторых даже пронеслась вся жизнь. Вот, у нас был случай, когда отец с ребёнком пришли, ну, 5D кинотеатр, вот, ребёнок вышел и говорит, ну, фигня какая, ничего страшного, всё нормально. А отец держался за стенки. Даже такие случаи бывают. Ну, на самом деле, действительно, дети иногда такие, знаешь, они инстинкта самосохранения ещё нет. Вот, а у взрослых, конечно, уже присутствует. Сергей, мы знаем, что у вас есть такие маленькие подарки для наших телезрителей, есть возможность сходить в 7D кинотеатр. И хотим вам сказать, дорогие наши телезрители, что вы можете отправлять ответы на наш электронный адрес utrosobachka.rtr.md. А вот вопрос мы решили вот за кадром задать именно такой. Как называется композиция Сергея Артемьева, которая вышла в феврале этого года? На этот вопрос, действительно, мы ждём ваших ответов на номер 060-55-34-34, а также, возможно, на электронный адрес utrosobachka.rtr.md. Что ж, ну, а сейчас для наших телезрителей мы хотим попросить... Ну, если вы позволите, поскольку, ну, сегодня всё-таки не первый день весны, но, тем не менее, праздник марчишор на дворе всё-таки весна, птички, всё расцветает, всё зеленеет. И я принёс вам медали имени весны. Я хочу вас наградить этими медалями. Это самые настоящие марчишорчики. Вот здесь один с божьей коробкой. Это вам, Оксаночка. И это вам, Дмитрий. Спасибо огромное. Я бы даже сказал, что это такой своеобразный талисман наступления весны. Да, будет для нас. Спасибо огромное. Для наших телезрителей тоже есть талисман. Сергей, вот интересно, планируете ли вы снять видеоклип в формате 7D? Это, на самом деле, вы прям читайте мои мысли. На самом деле, буквально недавно я думал насчёт того, что интересно было бы снять клип 5D. У меня есть знакомая в Минске, которая, ну, это целая студия виртуальных технологий, ребята, которые очень креативные, которые создают 5D-фильмы и продают их по всему миру. И, на самом деле, это очень хорошая идея. Я думаю, что будущее именно за 5D-технологиями. Я думаю, что удивили бы своих поклонников вот таким вот выпуском 5D, 7D. А вот дальше есть развитие 7D? Что дальше? 8D, 10D? Конечно. До нас только сейчас дошло 7D. А в Японии, например, уже эти технологии ещё более развиты. Я надеюсь, что если позволят обстоятельства, мы их привезём в Кишинёв, скажем так, в самое ближайшее время. Но, насколько я знаю, опять же, вот сейчас будет проходить выставка в Москве. Выставка посвящена виртуальным технологиям в марте месяце. На самом деле, эта отрасль, она очень развивающаяся очень быстрыми темпами. И это на самом деле очень интересно. Это интересно не только детям, это интересно, самое главное, взрослым. Ну что ж, раз мы заговорили о творчестве, недавно в сети появился клип под названием «Кленовое сердце». Кому посвящена песня? Появился не клип, а пока что. Пока песня. Просто песня. Да. Песню написал замечательный, талантливый композитор Владислав Семешев. И песня посвящена, естественно же, женщинам. Дамам. А вот хотелось бы задать такой вопрос, не будем называть телеканал и передачу, но вот недавно, ну как недавно, сравнительно недавно, вы были в Москве в одной телепередаче, выбирали невесту. И вот интересно, как сложились ваши дальнейшие отношения? Отношения сложились замечательно. Мы, скажем так, пообщались, поняли, что все-таки нам лучше остаться друзьями. Ну, то есть, я как раз хотел добавить, судя по тому, что обручального кольца на пальце нет, дорожки все-таки немного разбежались. Да. Да. На самом деле там все за правду. То есть, действительно, присматривались к невесте. Есть такое желание уже степениться, жениться или все-таки так, пока в раздумьях? Желание степениться, конечно, есть всегда, но возможности не всегда позволяют. Ага, ну, действительно, зайка себе. Тогда знаем следующее, да, столько дел. Многие люди знают вас, да, вот отдельно. Многие сталкиваются с вами как с бизнесменом, а другие люди знают вас как человека творческого, слушают ваши композиции. А вот чего у вас все-таки больше, бизнеса или творчества? Вы знаете, я всегда в работе, я стараюсь бизнес совместить с творчеством. То есть, даже вот все эти 5D технологии, 7D технологии, это же красивая картинка, это же шоу. Меня всегда тянуло к творческим людям. Я сам по себе творческий человек. И зарабатывая деньги, хочется при этом заниматься делом, которое тебе нравится. Поэтому первая моя работа, это я был ведущим на радио. Вот, то есть, и после этого я настолько заболел вот этим творчеством. Я там познакомился с очень многими, как известными творческими людьми, так и с очень известными и успешными в Молдове бизнесменами. Вот, и после этого я решил, что я вот на протяжении всей своей жизни бизнес и творчество я буду совмещать. Потому что, ну, для меня не бывает одно, не может существовать без другого. Это очень хорошо, потому что многие жалуются, говорят, моя работа надоела, не хочу видеть, но зарабатываю-то хорошо, но видеть уже не хочу. И действительно, эта мечта, к сожалению, далеко не все могут ее осуществить, да, когда... Ну, надо стремиться, на самом деле, конечно, надо стремиться. И я всем желаю, особенно всем вашим телезрителям, кто-то сказал очень умную фразу, что когда ты выбираешь работу, любимую работу, она перестает быть для тебя работой. И вот это самое главное. И вот тогда, да, это действительно счастье. Это действительно счастье. Согласен с тобой. Сергей, в ближайшее время какие у вас планы, планируете ли вы сотрудничать с какими-то другими композиторами, авторами песен? Расскажите. Ну, больше всего, конечно, я сотрудничал и продолжаю сотрудничество с композитором, с талантливейшим композитором киевским Алексеем Малаховым. Сейчас, ну, я не ошибся в своем выборе, поскольку сейчас у этого композитора стали брать песни такие звезды, как Филипп Киркоров, как Николай Басков, как Борис Моисеев. То есть композитор действительно проявил себя, и я в нем не ошибся. Но, тем не менее, я продолжаю сотрудничество с другими композиторами. Но самое главное, сейчас я все-таки созрел уже для того, чтобы писать сам. И дальнейшие свои песни я буду стараться делать так, чтобы авторство принадлежало мне. Что ж, мы будем ждать этих самых композиций. Действительно, будем ждать новых песен. Огромное спасибо вам за то, что в это утро нашли время и силы пробудиться, особенно в понедельник. Это нелегко. Точно. Вот, поэтому надеемся, что еще не один раз увидим вас у нас в гостях. Спасибо. С весной вас, с праздниками. Спасибо. И вас также. А наш эфир продолжается.